Ну что ж, здравствуйте, уважаемые студенты. Рад вас приветствовать. Садитесь, пожалуйста. Я, в первую очередь, благодарен тем, кто пришел. Какой смысл ругать тех, кто пришел? Если ругать надо тех, кто не пришел, да и их смысл ругать тоже нет, их тоже жалко. Наверное, у них учеба припекает. Вообще на физтехе, особенно на ФАПФЕ, так прям подгорает слегка. Но на самом деле, если вы не будете оставлять своих друзей в других предметах в том числе и поддерживать друг друга, в том числе и мотивировать к учебе, а не к тупому списыванию, потому что, естественно, что от тупого списывания никто умнее не становится. А вот решать совместно задачи, это так оно в жизни и будет. Вы думаете, научные задачи решаются поодиночке? Или программисты работают поодиночке? Так не бывает. И да, но так и бывает в жизни, что один делает больше работы, другой меньше. Это тоже бывает. И очень часто потом бывает, оказывается, что тот, кто оказался на прицепе, он, как сказать, что-то чуть-чуть всего лишь делает, а потом оказывается, что елки-палки, а он в итоге подрос, вырос. Знаете, как это? У меня котенок, в частности. Вот, и этого котенка дети, даже не мои, ударили дверью, и я думал, ну все, загнется котенок. Нет, вызвали ветеринара, он сказал проколоть ему, он, в смысле, его по башке треснули, прям вообще не ходил. Вот такой он хромал вообще. Он сказал, ну это ЧМТ, ну смотри, черепно-мозговая. Вот нет, понянчились с ним, покололи уколы, как-то вот его более-менее отошел, такой наглый, красолов. Вообще, супер. Я к чему? Вы не думайте, что если кто-то на прицепе, он вроде как отстающий, очень даже возможно, что те самые передовые, самые крутые, они потом отвалятся, уйдут в бизнес или куда-нибудь еще, а вот эти вот самые рядовые, которые вот были, вот они-то и будут тянуть науку. Понимаете? Они-то и будут публиковать статьи, подтягивать, потом преподавать на физтехе или что-то еще. Поэтому не бросайте по возможности никого, ну кроме того, кто отваливается сам. Поддерживайте тех, кто в учебных группах ваших, по всем предметам. Ботайте вместе. В одиночку вытянуть бремя вот всех предметов физтеха может только гений. Ну или очень большой трудяга. Совместный бот, как говорил Матроскин, он объединяет, в мою пользу. Ладно, я к чему? У нас с вами скоро, достаточно скоро уже начнется групповая работа. Вот уже октябрь на середине. Закончится октябрь, начнется ноябрь. Вот эта лабораторная работа, которая начнется на этой неделе, она называется «Пушка». У одной группы, к сожалению, по-моему, у одной или двух, занятие по понедельникам и 4 ноября вылетит. К сожалению, вылетит лекция. Что с этим делать, честно, я не знаю. Я думаю, что я запишу все-таки из дома и выложу на свой канал. И я через некоторое выложу ссылки у нас. Потому что, ну, хотя я постарался, чтобы вы этого не потеряли, но я уже успел озвучить той аудитории, которая стонала и ждала видеозаписи на ютубе, а там их довольно много. Вот. И они обрадовались, что есть видеозаписи. И я случайно сказал им, что уже 15 лекций. И забыл, что 4 ноября выпадает и получается 14. Поэтому придется в любом случае писать доп. лекцию. Поэтому, ну, слушайте. Еще раз. Ну, не посмотрите, не посмотрите. Но я надеюсь, что вы будете, посмотрите, найдете возможность посмотреть эту лекцию. Вот. Я надеюсь, что у меня найдется время ее записать. Не сейчас так, может, в конце я дозапишу какие-то моменты. Вот. Но в любом случае, я уже хотел сказать, что вы, даже та группа, у которой 4 ноября не будет лабы, вы должны продолжать делать дома то, что вам скажут. Понятно? То есть вы делаете ее дома так, как бы, если бы у вас было это время на лабе. Понятно? На самом деле самостоятельной работы в задавальник, если вы посмотрите, там заложено немало в учебный курс. Не меньше, чем время лабораторных работ. То есть предполагается, что, ну, минимум, вы там, я сейчас точно не вспомню, не посчитаю, минимум, там, часа 3 в неделю вы должны садиться и тратить на информатику. Понятно? На программирование, на практику программирования. Поэтому, ну, как бы, это будет по-честному. Понятно? Обязательно делайте дома и делайте совместно. Это не страшно. Самое главное, не делайте тупого списывания. Ну, вы же не попугаи, вы же не ксера, ксерокс, да? Поэтому. Ладно. Что я хотел вам сегодня рассказать. Значит, я уже, в принципе, много болтаю, и это звучит, наверное, как болтология, про ответственность функций, ответственность модулей, ответственность классов. Есть такой принцип, он относится к так называемым солид-принципам. Я не буду сейчас заниматься с вами детально, потому что, на самом деле, очень многие вещи лучше, если я буду практически делать. Я вот сегодня прям зарекся. Вот мы с вами будем практиковаться больше, я буду писать, чтобы вы видели, как я думаю, как я вижу и откуда чего берется. Но, тем не менее, я немножко произнесу. Есть так называемые солид-принципы. На самом деле, многие принципы проектирования ПО не такие уж и страшные. Вообще, программисты очень любят красивые названия. Я тебе произнесу несколько вещей. Солид-принципы – это очень крутые, на самом деле, классные в смысле. Крутые не в смысле суперсложные, а очень классные штуки. Классные принципы программирования. Солид-принципы. Вот один из них – это принцип единственной ответственности. Принцип единственной ответственности. Принцип единственной ответственности класса. Я, честно, не подготовил пример на питоне. Я сейчас не посмотрю, на каком там примере, на каком там языке программирования это дело. Я сейчас коротко покажу вам тут его визуализацию. Значит, идея вот в чем. Давайте начнем с однородности ответственности непонятно. А вот это принцип единственной ответственности – очень понятная вещь и довольно интуитивно понятна. При проектировании программы мы оперируем какими-то компонентами, в частности, классами. И чтобы детализировать работу отдельных компонентов, применяется этот принцип единственной ответственности. Основная идея в том, что у класса одна обязанность. И если обязанностей больше, то это нарушение принципа. Кстати, нарушение принципа не означает, что это катастрофа вообще. Понимаете? То есть есть принципы, а есть жизнь. Принципы надо прикладывать к жизни. Но иногда жизнь первична, понимаете? А принципы, они все-таки вторичные. Поэтому надо исходить из реальности. И не всегда. То есть применение позволяет… Принцип не закон. Иногда объединение обязанностей допустимо, но до тех пор, пока это легко поддерживать. Пока саппорт этого кода, он еще нормально, он допустим. Но именно в тот момент вы чувствуете неудобство, тяжело, трудно поддерживать. Это запашок. Это признак, что непорядок. Ну и собственно знание этого принципа позволяет вам назвать проблему. Вот. Значит, да, еще один способ обозначить этот принцип. Должна быть только одна причина для изменения класса. Ну то есть смысл какой? Если много обязанностей, то если что-то в этих обязанностях там подправляется, то, соответственно, много причин для изменения этого класса. И вот простой пример. Допустим, есть класс book. Слушайте, я могу написать на питоне еще раз. Не будем сейчас тратить на это время. Нам есть на что потратить время. Вы же понимаете принципиальное устройство, да? Вот класс, вот методы внутри него. Правда? Ну вот есть класс книга. Есть два метода. Три метода, прошу прощения. Get title, да? Get author и get current page. Обратите это на Java. Не суть важна. По-моему, на JavaScript я может плевать. Короче, смысл вот в чем, да? Что у нас этот класс, он отвечает за что? Казалось бы, вроде бы он отвечает за книгу, да? А теперь давайте конкретизируемся, за что же он отвечает. Значит, он, во-первых, должен предоставить информацию о книге, да? А второе, напечатать текущую страницу в консоль. И дело в том, что в этой печати страницы в консоль, да? Консоли, лог, current page, контент, да? Здесь фактически закрепляется конкретный способ печати. То есть класс отвечает не только за предоставление, собственно, информации о книге, ну, контента, автора, да? Титла, но еще и за способ печати. И по-хорошему, да, вот эту вторую ответственность, да, ну и, соответственно, две обязанности, да? И две причины изменения. Если изменится способ вывода текущей страницы, мы ее в рамочке, там, в плюсиках будем как-то выводить или как-то еще, да? В HTML будем выплевывать ее, там, обрамляя HTML, body, там, p или что-то еще, да? Какой-то изменится способ ее отображения в консоль, да? Соответственно, будет причина лезть внутрь класса и что-то править внутри. Ясно? Либо если изменится представление собственной информации данной о книге, да? Ясно? Так вот, короче, мы в плане изменения этого класса, давайте снимем с него ответственность. Здесь нет примера, куда мы эту ответственность переложим. Естественно, что какая-то функция или, если это чистое ООП, какой-то класс должен будет принять на себя эту ответственность. Ну, условно говоря, был человек, у которого совмещение ответственности на рабочем месте, да? Он и, как там, и штец, и жнец, и надудей грец, да? Вот мы должны отдельно штеца, отдельно жнеца, отдельно надудей греца сделать, да, если они нам нужны, да? Здесь сейчас мы просто жнеца, что называется, снимаем с него дополнительную ответственность. И теперь все примитивно, на примитивных вещах показывается, да? На 2 плюс 2 равно 4. Соответственно, у этого класса что? Возвращается, get title не меняется, get author не меняется, а здесь меняется. Get current page делает return. В чем фишка? Когда вы внутри класса не печатаете, то есть там заключено, собственно, и метод отображения, а вы предоставляете информацию тому, кто будет печатать. Понимаете? То есть должна быть некая функция, которая занимается, собственно, печатью, и она вызывала, раньше она просто вызывала метод, а теперь она будет возвращаемое значение из этого метода использовать для печати. Понятно? То есть она будет, это получается очень хорошо, потому что у нас класс разгружен. И мы четко себе в голове, это возникает большая четкость факторизации программы на куски. Вы думаете про этот класс, все, он занимается только содержимым книги. Понятно? Вот, собственно, суть принципа единственной ответственности класса. Есть такой принцип. Кис. Расшифровывается как keep it simple, stupid. Оставь это простым, дурачок. Не переусложняй. Keep it simple. Simple, stupid. Идея вот в чем. Любое самое примитивное действие можно переусложнить так, что оно превратится в целый бизнес-процесс. Вот представьте себе, да, я на вот занятии, я вытираю доску сам. Ну, ее просто надо, задача вытирать с доски. Но мы же можем это дело выделить ответственность по вытиранию доски. В отдельный класс. А почему? Надо поставить здесь какого-то ответственного за вытирание доски. Создать класс вытирателя доски. Вот тут будет стоять уборщица у нас сидеть. Соответственно, я, как сказать, мне надо вытереть с доски. Я сажусь, передаю информацию, говорю, вытрите с доски, пожалуйста. Встает уборщица, значит, берет тряпочку. Да, естественно, да, должен возникнуть человек, который занимается этими там условными тряпочками, да. И она приступает к выполнению своих обязанностей, которые вычленены, да, в единственную ответственность. Ее она не отвечает за качество лекции, за методическую составляющую, за то, каким мелом я тут пишу, да. Соответственно, вот она стерла, да, и возвернула мне результат. Мы это дело инкапсулировали ответственность, передав ее отдельному, отдельному человечку. Понимаете? Но этой уборщице необходима должностная инструкция, да, а можно же начать дальше, да. А что, уборщица сама должна отвечать на то, чтобы набрать это воды, или вот это ведро сломалось, да, она должна сама идти заказывать новое ведро. Должен быть человек, который присутствует, отвечает за то, что оборудование не сломалось, да. Давайте посадим здесь, там, не знаю, ответственного за оборудование, чтобы он следил, чтобы ничего не сломалось в процессе. Если что-то сломается, там проектор выйдет из строя. Вы знаете, это называется итальянская забастовка. Вот есть такой способ выражения протеста. Вот те, кто сейчас бастуют, да, очень часто именно в этом режиме бастуют. Потому что иначе их очень легко начать обвинять в нарушении трудового законодательства и отчислить, типа, ну, он же негодяй, и со всеми оправданиями он же негодяй его потом полоскать в СМИ. Они же негодяи. Поэтому там врачи, которые бастуют за повышение зарплат, за нищенский зарплат, даже в Москве, понятно почему. И они переходят к итальянской забастовке. Я что хотел сказать, что в программном коде, если мы вдолбим себе в мозг только солид принципы, ну, а там на самом деле кроме этого классного, хорошего принципа, есть и другие. Я сейчас не буду в них уходить, потому что мы еще примитивные ООП на лекциях, по сути, недоосвоили. Но фишка в том, что мы не должны переусложнять. И вот этот вот принцип простоты, он первичнее. Программа будет более readable and supportable, если она будет простой. И до тех пор, пока принцип единственной ответственности класса не мешает простоте, не переусложняет программу. Она, напротив, приводит к легкости поддержания. То есть, грубо говоря, в тот момент, когда мне настолько станет много вот этой вот работы по стиранию доски, что это будет реально мешать, собственно, простоте учебного процесса, я скажу, ребята, давайте наймем уборщицу. Ее рабочее время стоит дешевле, пусть она себе стирает. Но до тех пор, пока вот это переусложнение, почему я тут видел, что лекции, почему заваливаются стартапы, я не ходил, не слышал, наверное, очень интересно. Хотя вы первокурый, вам, наверное, это еще рано. Но вообще, мне кажется, что очень многие вещи идут от переусложнения в корпорациях. Чтобы, если сломался компьютер, да, то, условно, ты пошел и сказал, слушай, почини, он взял, пришел, починил. А тут ты пишешь заявление по форме, подаешь его или пишешь письмо там начальнику, начальник пересылает в СССР, они говорят, возвращают начальнику. А мы сказали всем писать только там в RedMind, ну, неважно, в какую-то систему управления проектом. Пишите нам туда заявку, мы в срок ответим. Да, начальник возвращает этому, тот пишет заявку через IT-отдел там и так далее. Короче, keep it simple, stupid. Если вам тупо нужно найти алгоритм, я не знаю, написать алгоритм, найти наибольший общий делитель, вам не нужны классы. Вам надо делать функцию. А может и функции не надо. Понимаете? Х равно input, у равно input, цикл, все, поехали. Простота очень часто обеспечивает читабельность. Плоский принцип организации бывает иногда лучше иерархического. Иерархия неплоха сама по себе. В том числе иерархия классов, да, разбиение на модули, на подмодули. Но мне приходится, поскольку мы ограничены во время, я не могу вам сейчас большими там проектами оперировать, чтобы это все было демонстрабельно и понимабельно сразу, да, за короткое время. Поэтому приходится показывать тот же сам принцип единственной ответственности класса там, где он может быть особо и не нужен, на самом деле, реально. Потому что в данном случае всем понятно, что на самом-то деле никаких проблем нет. Ну все, на глазах, тут какой-то бакранчик взял, поправил. Понимаете? Но приходится показывать там, где это дело, оно еще на самом деле далеко не нужно, и наоборот лишнее. А может быть в данном случае, вот для данного кода, вообще и класс не нужен. Понимаете? А может быть и функция не нужна, вообще там взять, написать там и все. Но здесь специально вычленено в класс, все, вы поняли, короче, да? Поэтому нет абсолютизации, жизнь, она важнее. И на один принцип есть другой принцип, да? На вот это дело, а да, есть, кстати, гипертрофия, есть такой проект, он в гитхабе лежит. Я сейчас, наверное, не найду его. Программисты, которые работают в продакшн, то есть, короче говоря, в промышленности, в такой вот суперкрутой, навороченной, галстучки, самый офисный стиль, да, и так далее, джава, джава, вот. И вот такие вот люди, которые задолбаны вот этими официозными правилами, сделали гиперболизированный проект. Называется Fubar, по-моему. А, FizzBuzz, FizzBuzz. О, я вспомнил название, значит, я смогу его нагуглить. FizzBuzz. Джаваскрипт. Не, не Джаваскрипт. FizzBuzz. И самая Джава. Ну, это какая-то проблема, я сейчас не буду. Самая solution, how to. FizzBuzz или... Ёлки-палки. Нет. Если число кратно 15, то программа должна выводить слово FizzBuzz. Ну, то есть, понятно, да? Выводит числа от 1 до 100, при этом вместо чисел кратных 3 программа должна выводить слово Fizz, а вместо чисел кратных 5 слово Buzz. Если кратно 15, то программа должна выводить слово FizzBuzz. Ну, тупая задача, простенькая, на один цикл, да, и на фильтрацию с проверкой if. В цикле if. Да? Задача. Это такая алгоритмическая задачка для не знавших информатику, обучающихся языку, там, одна из первых условных. Так вот, ну, это сейчас неважно, да? Так вот, есть такой FizzBuzz project, сейчас мы его в GitHub'е нагуглим, в котором это дело обернули, покрыли, как это называется, покрыли FizzBuzz. Сейчас мы найдем этот проект. А, сейчас одну чекунечку я запись не поставил. Короче, еще раз, на самом деле я ничего не успел показать, так что отсутствие видео никто не пострадает. Я, что хотел сказать, что можно переусложнить, да, это дело. FizzBuzz, ну, где же этот? А, наверное, вот здесь, он среди моих пытается его найти. FizzBuzz Enterprise Edition. Вот, ну и соответственно, no-nonsense implementation of FizzBuzz made by serious businessmen for serious business purposes. 30 контрибьюторов. 30 контрибьюторов. 161 commit. Да? Вот прям сурово, серьезно все, да? Значит, commit, и тут, видите, целая история, да? Work around for failing tests on Windows to do. Raise ticket to made. И там, короче, целый проект, в котором можно посмотреть, видите, там, все аккуратненько покрыто, разложено на классы. Там есть тестирование, есть FizzBuzz test Java, да. Test constant, да, что там, где там main. FizzBuzz string returner. String returner. Класс, который возвращает string. Да, значит, что там, это самое, implement interfaces, implementation отделена от интерфейсов. То есть реализация отделена от интерфейсов. Те, кто знает C++ и понимает какие-то детали, вещей, да, смеются особенно сильно, да. Что там? Фабрики, factories. Это очень крутая ООП-штука, порождающие классы, порождающие другие классы, визиторы, да, принтеры. Все это дело разложено. Там, да, вот целые пакеты public final class, FizzBuzz output generation context. Implements output generation context. То есть для него есть интерфейс, а это реализация. Вот. Я возвращаюсь назад, мы не будем стараться слишком много времени, да. Это пример переусложнения такого, с серьезным лицом, да, можно порождать вот эти классы, все строить. Давайте обсудим архитектуру скворечника. Вот, серьезно, да. Давайте нужно, чтобы архитектор поработал, да, мы это. А кто отвечает за то, чтобы вставить туда, просверлить дырочку и вставить палочку, на которой будет сидеть скворец. Вот. Ну, просто чтобы вы понимали это дело, да. Поэтому будьте, не переусложняйте. Главное, чтобы дело было сделано, чтобы это работало, чтобы проект был читабельный, легок в поддержке, в конечном счете он работал. Здесь, видите, там автоматическая проверка, то есть каждая итерация при коммите проходит автоматически на так называемый сервер continuous integration, то есть вы коммитите, делаете пуш. И на сервере автоматически запускается, на Travis сервере запускается автоматическая сборка этого проекта, автоматически запускаются тесты. Это все хорошие вещи, я буду про них еще немножко рассказывать. Но просто это убой на то, что это дело, и статус отправляется туда в результате. То есть видите, что там самое Enterprise, о, 159 ошибок. А проблему вы видели, да? Числа от 1 до 100 кратные, 3 кратные аппетита. Вот, возвращаясь в конце концов к, как сказать, проблеме, не переусложняйте. Ладно, ну что же, мы с вами, я думаю, вернемся к тому, чтобы немножко писать о перифакторинг. Я в прошлый раз только успел начать про шарики писать, да? И хорошо бы, я сейчас все увеличу. Так, норм? Нормально, да? А? Еще немножко окрупнее? Ну там меньше текста будет помещаться. То есть это можно, конечно, но будет некоторое усугубление. Но мы можем в любой момент уменьшить и увеличить. Ладно, BIM, что мы хотим? Я хочу my balls доделать. Ну вот я взял версию прошлой лекции, ровно где я остановился. Еще раз, не надо думать, что я вещаю тут абсолютную истину, и то, что я пишу, безгрешно и безошибочно. Во-первых, я давно не варился в более-менее промышленной разработке. Довольно давно. Поэтому, естественно, то, что я пишу, оно где-то может быть, что называется, и по-детски. Да и образование у меня фапфовское, а не фупмовское, не фефтовское. Я из предыдущего еще, может, предпредыдущего условного поколения. Поэтому я буду рад, если вы напишите лучше и превзойдете меня. Более того, ваши преподаватели в основном это намного более молодые люди, которые сейчас работают в продакшене или просто имеют опыт более современный. Они научат вас лучше. Поэтому следуйте им, а не мне. Но, как сказать, я делаю свою роль. Короче, значит, что мы делали? У нас был, собственно, я показал, успел показать по поводу того, что можно по времени запускать события, и как их перезапускать с некоторым там временем. Это последнее, что я сделал. И никакого ООП сейчас нет. Откуда вылезет проблема? Идите от проблемы. Нет проблемы, не надо ООП. Проблема вылезет сейчас вот в чем. А что, если я захочу кучу шариков? И каждый шарик надо сдвигать. Да еще и у каждого шарика разный радиус. И каждый шарик должен сам отслеживать по-хорошему, да, как он отражается от стеночек. То есть до тех пор, пока проблема условно невелика, ну я сейчас могу это дело запустить, да. Та-дам! И он улетает у нас, да. Холст сейчас закончится, и он улетит у меня, как сказать, в любом случае. Холст кончился. Он должен бы отражаться от границ холста. Да? Та-дам! Значит, я print move отсюда удалю, мы убедились, что он, собственно, работает. Ну что, я сейчас добавлю, да, давайте сюда, вот эта функция делаю, вот я сюда и буду писать. Сюда я буду писать. Что я сделал? If, x, так, подождите, а радиус? А где радиус? Так, стоп, не хватает радиуса, значит, надо еще и радиус помнить. Ах, елки-палки, а он у меня локальная переменная. Я создал и забыл его. Ну ладно, придется его делать глобальной переменной. Сейчас вы увидите, как нарастет количество глобальных переменных. Как только нарастет количество глобальных переменных, с ними станет очень трудно работать. Начнешь путаться в этом лесу. Пока три дерева не заблудишься, пять деревьев не заблудишься. Пятьдесят, пятьсот, все. По-любому без компаса уже начинаешь, если это незнакомый код, да, не тот, который ты писал вчера или сегодня только что, уже заблудишься. Сто пудов. Ты не можешь владеть сразу пятистами переменными именами, да, по-любому. Ну вот я сейчас, вот нарастает количество переменных, да, так оказывается радиус надо сделать глобальный. Так, ок, так, ок, значит что, если у меня x плюс r больше, чем что, чем ширина. Ну я там в прошлый раз не доделал, не сделал, чтобы у меня ширина там правильно создавалась, корневое окно ширины. Может быть сейчас подфиксим, а может и не так принципиально. Это не настолько важная вещь. Не то, ради чего я сейчас рассказываю, хочу объяснить. Так, хорошо, в этом случае, соответственно, отменять смещение, да. А, так, стоп, смещение, плюс равно один, я тут пишу, да, а на самом-то деле мне надо плюс равно dx, да, так, и плюс равно dy. То есть мне нужно эти скорости сейчас хранить как dx, dy. Так, стоп, dx, dy должны быть тоже глобальными переменными, потому что для отражения они должны меняться. dx равно минус dx. Да, я его меняю на противоположный, да. Ну и, кстати, когда у меня или, когда x у меня минус радиус меньше, чем ширина, да, то есть, меньше, чем 0, прошу прощения, меньше либо равно 0, то есть, когда я врезаюсь в левую стенку, тоже надо, для вас левая, туда, да, ухожу туда, тоже мне нужно отражаться, да. Так, ок, dx равно минус dx. Супер, замечательно, я типа сделал, ну, типа сделал, потому что у меня сейчас немножко разбегается. Так, я здесь поправил. А где еще надо поправить, чтобы шарик таки отражался? Вы понимаете, что у меня сейчас ответственность не совмещенная, а распределенная? То есть, кто, какой кусок хода отвечает за движение шарика, а какой за рисование? Да, есть код. Вот, ну, представьте себе, если программисты, ладно, программисты, какой вам пример бы привести? Ну, условно, в семья, в которой есть папа, мама и трое детей, и вот там это кто-то должен покормить собаку. Ну, кто-нибудь покормит же собаку. В результате собака может оказаться некормлена день, два, потом уже все, три. Бедная собака. Должна быть ответственность. Она должна быть выделена, назначена куда-то. То есть, лучше, когда один участок кода совмещает ответственность за несколько вещей, чем когда ответственность за одну и ту же вещь, она распределена везде. Вот сейчас в каком-то смысле я разрываюсь, и мне нужно тыкаться и вспоминать, а где у меня так, подождите, dx, dy, хорошо бы, а еще эти начальные скорости движения шарика надо где-то назначить. То есть, мало того, что они должны быть, так, что тут z делает? По умолчанию случайно z впихнул, кажется. Так, dx, dy. Так, ладно, где x инициализируем? Ну, давайте где-нибудь. О, так, x, y, да, ок. Так, окно r первым, потому что он нужен, чтобы место не оказалось воткнутым, шарик в стене не торчал. А потом еще и будет колебаться внутри этой стены, может быть, мы это увидим. Так, что добавили, так, dx, да, равно, я могу на самом деле вектором, dx, dy равно, что там, плюс один, плюс один. А для красоты, если я очень хочу, я могу и в скобки взять. Ну, потому что кортежу значение какая-то, в скобках он или не в скобках, ну, в данном случае. В данном случае скобки не обязательно, но они в каком-то смысле делают более красивыми на значение dx, dy. Ну, с другой стороны, можно и в отдельной строке. Ну, то вы личите, слушайте, еще раз, читабельность. Проверяйте на глазок. Вот читабельно то, что написал. Пока это читабельно, пока названия dx, dy читабельны и понятны, пока это удобно, читать это удобно. Если вдруг это перестанет быть удобным, мы разорвем на две строки. Понятно? Поэтому не будьте упертыми, как бараны в соблюдении каких-то солид принципов. Используйте разумно. Потому что эти священные войны, за то, чтобы соблюдался тот принцип или другой принцип, они совершенно бессмысленные. Это начало, по сути, либо самодурства, либо начало итальянской забастовки. Жизнь, она гибкая. Короче, я сейчас так это дело написал. Что я хотел дальше? Хорошо, я сейчас пока не вычленяю объект ровно для того, чтобы вам это захотелось сделать. Чтобы это назрело. Я всего лишь решаю проблему функционально. Я добавляю новую фичу. Я хочу, чтобы шарик реально отражался от стен. Так, хорошо. Хорошо. Значит, так, я назначил здесь ему начальную скорость. Так, здесь я решаю вопрос с движением. Так, ок. Пусть он хотя бы по x отражается. Давайте посмотрим, работает, не работает. Я не знаю, вдруг я не все починил. А, ну, конечно, не работает. Потому что я здесь должен был подправить, написать dx, dy. Ну, потому что у меня на самом деле в данном случае сейчас отображение, поскольку оно находится в одном месте, то я и не разрываю. Ну, типа, ну, там dx, тут dx написал. На самом деле это, кстати, нарушение принципа don't repeat yourself. Хотя, казалось бы, я повторяю себя вот здесь и повторяю себя вот здесь. И у меня отображение шарика отвязано от его переменных x, y. Да, я их на самом деле тащу за собой. Но тащу я их за собой сейчас для чего? Да чтобы контролировать реальное местоположение получения холсту, чтобы отражаться. Потому что, ну, откуда я их возьму? Нет, я их на самом деле могу протащить из канваса, вытаскивать, из холста вытаскивать, где там этот отображаемый находится. Но я бы хотел, чтобы модель моего шарика, физическая модель, да, x, y, она была ближе к, собственно, моему файлу, а не валялась где-то там в холсте. Чтобы мне не приходилось каждый раз запрашивать, эй, киндер, где там x, y. Понимаете? Короче. Возвращаясь сюда. Господи помилуй, дай Бог до пушки добраться. Я думаю, что, может, до пушки не доберемся, но зато по существу мы увидим его перрифакторинг. По существу. Значит, я хочу, чтобы отражался по x. И кажется, это дело должно заработать. Давайте запустим. Значит, я запускаю myballs. А-дам. Что такое? Line 12 в конечном виде. Значит, что там? 42 строка вызов. Обратите внимание на то, как происходит. Он пишет целую иерархию такую. Из функции main позвали функцию tick. И пишет, в какой строке это произошло. Из tick, собственно, в 12 строке x плюс равно dx. Что? Local variable dx. Reference before assignment. Так, стоп. Дx надо сделать глобально. Как видите. То есть я раз dx делаю, значит, вот проблемка оказалась в том. И спасибо большой интерпретатор, что ты мне реально об этом напомнил. Иначе бы я создавал локальную переменную dx вместо той dx, которая глобальная. И я бы смотрел, почему dx не меняется. Я же вроде отражаюсь от стеночки, а он не отражается. Так что спасибо Python, что он с некоторых пор он начал эту ошибку детектировать. Я про нее говорил. Раньше была ошибка локальная, глобальная. Вот мы проверили, убедили, что это он отслеживает. Но спасибо ему большое. Короче, теперь он чисто глобальный. И я dy на будущее сюда закидываю глобальным. Хотя пока, может быть, зря я выхожу. Та-дам. Ну давайте посмотрим. Ну можно скорость скорить. Видите, он отразился. Клево. Он отразился. Осталось что? Присобачить такие же две строчки для dy. Та-дам. Та-дам. Копи-паст. А, вот копи-паст, кстати. Вред копи-паста. Вот я сейчас беру копи-паст и замену. На самом деле я сейчас делаю ее ручной. А ведь могу сделать... Вот давайте я повторю два этих действия. Я сделал копию. Ctrl-C. Нету места в голове. Ctrl-C. Ctrl-V. Вот я сейчас сделал Ctrl-C. Ctrl-V. Ну x надо заменить на y. Та-дам. Бездумная Ctrl-C, Ctrl-V. Лучше слепая печать и вообще не делать Ctrl-C, Ctrl-V, чем делать его тупо. Честно. Вот лучше я бы этого не делал. Но я сейчас сделаю, чтобы вы это увидели. Что я делаю? Я сейчас делаю сабститют в этих двух строчках. Так, только строчки я не помню. 16-я, да, 16-я, 17-я строка. В 16-й, запятая 17-й строке сабститют. Вам не надо заучивать им. Есть такой анекдот про советские времена. Как плановая экономика работала. Три человека приезжают с проверкой из партии на поле. Смотрят, как сажают деревья. Смотрят, прошу прощения, случайно рассказал. Короче, один человек выкапывает яму, да, а другой ее закапывает. И выходит, следующий выкапывает, второй закапывает. Спрашиваешь, что они делают? Деревья сажают. А где же деревья? Да, тот должен деревья сажать, на работу не вышел. К чему? Если вам что-то в нашем процессе, оно реально мешает, действительно это нужно делать. И очень важно, вы будете когда-нибудь отвечать за какой-нибудь процесс, учебный или неучебный. Не забывайте про суть происходящего. И откликайтесь, давайте живой отклик. Не забывайте про живых людей. Потому что я мог бы сейчас вполне самовлюбленно и задумчиво читать лекцию, несмотря вообще ни на ваш уровень, ни на ваши вопросы, не вникая в суть процессов, да, и гнать, гнать, гнать себе какой-то вот бу-бу-бу. Я хочу, чтобы этого не было. Не в моей работе. Я надеюсь, что я хотя бы этот принцип немножко до вас донесу. Чтобы вы тоже исходили из реальности. Лучше пройти меньше, но лучше. Даже если ООП и вот эти вещи, даже если они вот этим закончатся, и мы дальше не двинемся, будет хорошо, если мы это пройдем. Даже если бы мы с вами остановились условно на функциях и структурном программировании, это тоже неплохо. Если это был бы ваш уровень. Ну, к счастью, ваш уровень намного выше. Так что я хочу сказать. Я сейчас про плохие вещи, про Ctrl-C, Ctrl-V. Ну, влево я уж не могу подвинуть. Я, наверное, могу чуть-чуть подвинуть консольку, чтобы там виднелось слева слегка. Но еще раз, вам не надо заучивать ВИМ. Вот сто пудов. Хотите, выучите. ВИМ это хороший редактор. Очень мощный. Он является вполне профессиональной IDE для программистов. Очень мощный. Но он для, как и имекс. Но в него сложновато входить, особенно после графики. Я вам, кажется, говорил про это дело. Короче. Я сейчас хочу в двух этих строчках заменить все вхождения х на у. Ну, и сделать это глобально. То есть, чтобы не одна замена в одной строке, а вот в этих. И у меня. Па-бам! И ВИМ сейчас в этих двух строчках все х заменил на у. Кто скажет? Безумие. Х вместо ВИД. Поймите, не сделает компьютер автоматом. Ctrl-C, Ctrl-V. Особенно, когда участок кода даже в двух строчках я реально это заметил уже после того, как я это сделал. Собирался запустить, и тут вдруг заметил. А мог не заметить. Когда вы прописываете вручную, когда вы don't repeat yourself, и вы реально пропишите это руками, то вы запретите себе Ctrl-C, Ctrl-C, Ctrl-V. У вас мысль успеет возникнуть. Так, а что я тут должен писать? А почему это ВИД? Хейт, а на самом деле хейт. Понятно? Так, сейчас, секундочку. Так, ну что, давай. Ой, я опять закрыл зря. Надо было запускать его прямо изнутри. Та-дам! Надо скорость увеличить, а то он задалбывает. А, слушайте, а почему он оказался правильного размера, интересно. Почему-то оказался правильного размера, холост, мне так показалось. Смотрите-ка. Что-то странно заработало. Вроде не работало, мне казалось, тут заработало. А? Нет, я не знаю. Мне казалось, что я все правильно написал, а сейчас я вижу, что вроде работает. Я не знаю, с чем сейчас связано. А может, мне показалось, что не работает. Давайте скорость увеличим. Задал бывает, пока он вот это летит. А мне надо быстро показывать. Да, я бегаю по коду еще. Где же это дело? Где же я инициализирую этот самый? А, вот. Вот. И вот, собственно, мы, в принципе, созрели к тому, что программа более-менее целостна, да, и можно делать ее рефакторинг. Ну, рефакторинг, то бишь что? Вычленять класс. Да, вот я узнал про класс. Вот у меня, когда украшают классы в этой границе, он немножко куда-то проваливает эту границу. То есть, что мы хотели? Он залетает. Чем больше будет скорость, тем сильнее будет туда залетать. Бывает, будет хуже сейчас. Если я добавлю гравитацию, я бы хотел добавить гравитацию, оно станет хуже. Он может начать залипать. Вот это будет вообще прикольно. И есть овер... Как называется? Господи, забыл. Workaround, прошу прощения. Workaround. Такой обход рабочий, да, который позволит это дело обойти. Но я не исключаю, что такой workaround можно назвать словом костыль. Ну, то есть, подставить костыль, чтобы оно типа... Но работало, в конце концов. Ладно, сейчас давайте до костыля дойдем. Костыль и велосипед. И, значит, что мы делаем? Я хочу зафиксировать свою работающую версию. Это важно. Потому что сейчас начнется рефакторинг. Делать рефакторинг кода, когда оно заработало, но вы это не закоммитили, это полное безумие. То есть нужно, чтобы я хотя бы мог откатиться к работающему коммиту. Потому что я сейчас размечтался, ну, сейчас я классы накачу, а потом преподу покажу. И я закопаюсь в этом классе, что-то у меня не заладится. А тут я в любой момент могу откатиться к работающей версии. Гид позволяет откат назад по времени. Это машина времени назад. Я могу раз на тот коммит, на тот коммит раз, а потом вернуться в настоящее, в котором все мои изменения есть. Понятно? То есть вперед по истории, если оно будет зафиксировано, можно откатиться. Ладно, что я хотел. Я хотел самое, добавить, собственно, эти изменения. Git my balls. Так, Git, что там, статус проверю. Так, отлично. Git commit. Я надеюсь, что у меня... А, ну, подождите, сеть. А, нет, я еще не проверил, есть ли сеть. Вроде есть. А, ну, слушайте, я же Enterprise показывал, значит, сеть есть. Ладно, что я хотел сказать, что у меня работающая версия. Шариков с отражением от стен. Да? Та-дам. Ну, я короткий самый коммит делаю. Все, git push пошел. Че? Надо было git pull сделать. Ха, rejected. Git pull. Та-дам, merge. Значит, так, записать. Ну, я не буду сейчас вникать в суть. Он сумел автоматически замерджить. Да. И control x выход. Это он, кстати, imax открыл. Вот. У меня не настроено. Надо было vim настроить. Ну, imax открыл. Короче, суть не в этом сейчас. У меня сейчас из-за того, что, оказывается, где-то там было что-то сделано. А я действительно, я программу учебного курса выкинул туда, в репозиторий. Там лежит программа. Вот если зайти в мою репу с лабами, там, github, тыкхирянов, да, lections 2019. Соответственно, там, этот самый, в ридмишечке появилась ссылка на рабочую программу дисциплины. Ну, вдруг она вам недоступна. Это, там содержится цель, задачи, знать, уметь, владеть. Ну, вот такие формальные достаточно вещи. Но, тем не менее, чтобы можно было вообще понимать, что это курс. И план лекций. План планом. Жизнь, она другая, оказывается. Вот. План, ну, я кинул вам план лекций, как есть, чтобы вы тоже понимали, что. И план лабораторных, он, опять же, не отражает всю суть и глубину. Ну, пусть себе лежит. Вы посмотрите, что вообще по плану. Вот. Ясно? Ладно. Короче, что хотел сказать. Я запушил это дело, да, и у меня возникла, гид статус, возникла стабильная версия. Ну, у меня тут еще пушка валяется, не смотрите. Сейчас, если мы до нее дойдем, я ее закамечу. Нет, нет. Вот. Я ее уберу куда-нибудь в домашнюю папку для начала. И у меня будет красивый статус. Ёлки-палки, что его успел это самое, успел закоммитить. Она самая. Ну, ладно. Тогда уж сюда его притащу. Я... Ладно. Хотел показывать эти вещи. Ну, ладно. Как я могу сделать? Я могу сделать гид стэш. И я эти изменения, которые там сейчас, положу в кармашек. Как в игре крокодил. Раз и запомнил. И теперь я смотрю гид статус. То есть создается такая временная как бы веточка под это дело. И у меня все чистенько. Изменений нет. На самом деле, если я забуду, что у меня в кармашке лежат какие-то изменения файла, какие-то изменения, то я могу их потерять. Ну, или они будут проваляются в кармашке до потери, так сказать. Хорошо бы их потом достать. Гид стэш поп. Закоммитить с соответствующим комментарием. Но я не хочу сейчас вникать. Я хочу сейчас поработать с MyBalls. Поэтому гид стэш в кармашек кинули. Поехали сейчас дальше делать вот это. У меня чистенький репозиторий, чистая верхушечка. Ладно. Смотрим дальше. Что у меня есть? MyBalls. Итак. Начинаем о перифакторинг. Vim MyBalls. Итак. Давайте думать. Мне нужен класс, на который хочу свалить ответственность за шарик. Все остальное я не буду сейчас вычленять ответственность за шарик. Вопрос вот какой. Сейчас давайте сразу решим. А отображение шарика, оно у меня будет в ответственности шарика или кого-то другого? Если кого-то другого, значит мне нужно будет, чтобы у меня был некий отображатель этого шарика. Это ничего страшного. Но это нужно решить сейчас на этапе проектирования. Давайте решим. Слушайте, я реально хочу вас спросить. Вот представьте себе, что вы рабочая группа. В рабочих группах программистов не все программисты бывают. Там бывают специалисты по юзер-интерфейсу, психологи, эргономисты, которые говорят, как это удобнее людям будет. Вот, пожалуйста, скажите мне, реально отображать сейчас, я не знаю, вот холст, там нужно отображать. Вот canvas move, есть тут. Может быть это, кстати, не лучший способ это делать, определенно. Лучше бы с точки зрения декомпозиции, разрезать это дело, ответственность на отдельный кусочек, сделать не move, а именно такое, чтобы у меня был отображатель по ху-у-у-у. Некоторого, как сказать, x, y, r, условно, да, и он его туда вот штамповал условно, да. Я, знаете, что я сейчас делаю? Я не буду переусложнять, я keep it simple, stupid применю, да, и скажу, слушайте, не так все сложно, тут отображение с яйца выйденного не стоит. Ну пусть мой класс-болл временно не будет отражать, в принципе, единственной ответственности, вот эта ответственность, она такая маленькая. Да пусть он знает про холст, ему придется, правда, знать про canvas, да, ну это плохо. Раз ему придется знать про canvas, значит ему придется знать про ткинтер, значит выбросить болл в отдельный модуль, в который не импортится ткинтер. Я не смогу, нехорошо, ну слушайте, плевать, я даже сейчас на модули разрывать не буду, я тупо сделаю класс-болл. Давайте вот исходить из последовательного, от проблемы, проблема нет, нет, давайте, проблема сейчас в том, что у меня разбросана ответственность за мячик везде, а я хочу ее сконцентрировать. Вот давайте сконцентрируем ее, но придется сконцентрировать ее вместе с этим. И вот я беру наверху, вот так вот, вот тут вот, делаю класс-болл. Ну классы принято называть с большой буквы, если функции в питоне с маленькой буквы, с подчеркиваниями, то классы называются с большой буквы. Вот, например, класс-мячик. Да, я, соответственно, делаю, в принципе, я могу поставить пустые скобки, но еще раз, это ни о чем, поскольку у меня нет наследования. Про наследование мы, видимо, поговорим в следующий раз, потому что сейчас это, опять же, не нужно. Что я делаю у него? У меня будет, давайте разбираться с его интерфейсом, а что вообще он должен делать? То есть, что он должен хранить, какие у него свойства и какие у него методы? Я вам больше скажу, обсуждение этого вопроса лучше не совмещать с программированием. Вот реально. Вот для того, чтобы подумать, компьютер, он, знаете, он напрягает все-таки, моргание экрана или не моргание, просто вот он немножко вот в себя погружает. Знаете, на меня нет смысла, знаете, сделать пальминг, взять, подойти к окошку, подумать, взять листочек, или вот я к доске сейчас подойду и подумаю. Так, 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 программисты, они не все время за компьютером сидят, это правильно. У меня есть мячик, давайте разбираться. Я нарисую его сейчас просто прямоугольником тупо. Вот я хочу вычленить класс, назвать его бол. Что у него должно быть, какие свойства? Так, ну он должен что? Моя цель инкапсулировать у него ответственность за физику мяча, за отражение от стенок, за то, как он летит. Задвигается, да, за движение. Так, ну, во-первых, ему необходимо для этого знать х, у, да, ну, я сейчас скорость не учителяю, как в, да, dx, dy, да, dx, dy. Хотя, если я начну туда закладывать реальную физику, там, с гравитацией, условно, да, с каким-то ускорением, то лучше бы, если от dx до y перешел бы к vx, vy. Ну, пока не хай так, потому что физическое время у меня вообще отсутствует. Я его не учитываю, ну, в смысле, какой-то константы t, которая бы куда-то тикала, ее нет у меня сейчас. Короче, x, y, dx, dy, что мне еще, какие еще вещи сюда должны уйти? А, стоп, радиус, радиус. Ну, наверное, для чистой физики больше ничего не надо. Но если ответственность он совмещает с отображением, то, наверное, надо знать. Цвет, правда, задается сначала один раз, и потом. Слушайте, ну, ну, пусть он будет у него. Цвет, потому что все равно, когда я буду это инициализировать, ведь эти константы, инкапсулированные в мячик, они относятся к одной сущности, да? Ну, и цвет, он к той же сущности. Инициализация вот этих вот штуковин, она, по идее, должна совпадать, наверное, с цветом. Правда? Ну, я докину цвет сюда. Пусть цвет у меня тоже относится к свойствам color. Введем вот такое вот свойство. Ну, если я работаю на бумаге, а не вот это рисую, а не на компьютере, то я немножко место оставлю на случай, а вдруг я что-то вспомню. Так, хорошо. А что он должен делать? Это его свойства, да? А теперь давайте его методы. Методы, да? Это у нас attributes, это, соответственно, methods. А что он должен делать? Так, ну, во-первых, понятное дело, должен быть конструктор, да? У меня должен быть конструктор. Я пока что брошу init, да? Но на самом деле тут уже тоже… Давайте пока пройдемся, само движение процесса разработки архитектуры должно идти от глобального видения к детальному, к детализации. Поэтому даже когда я продумываю класс и зарисовываю его в такой вот прямоугольничек, я не должен уходить в детали, а какого конкретно типа должен быть х. То есть до тех пор, пока я понимаю, что х это координаты, что я вообще представляю себе за ней, да? Я могу пока не детализировать. В дальнейшем, конечно, каждую из этих переменных можно прописать ее в отдельной строке, написать какого она типа, написать контракт, потому что х у меня, например, по идее не должен быть отрицательным. Например, да, ну, по крайней мере в текущих, в текущем моем представлении координатах, да? А радиус, наверное, не должен превышать радиус экрана. Ну, наверное. Да, там, точнее, половины ширины высоты. То есть некий контракт, наверное, и обязательств есть на них. Короче, да, цвет должен быть одним из цветов, которые Кентер умеет понимать, а не какой-то строкой, серобуро-малиновой. И к методам. Я сейчас, начиная писать методы, я начну с того, что в принципе, а что вообще он должен делать? Какие вообще методы? А потом можно начать детализировать, а что именно является параметрами метода. Но двигайтесь сначала принципиально, давайте вот от крупных вещей. А что он вообще делает? Так, init. Подождите, но он кроме инициализации этих переменных, да, должен отвечать за их что? Модификацию. Правда? За их модификацию, соответственно, у меня должно быть что? Ну, базовая модификация, которая должна быть, это не то, что кто-то ему приказным порядком, давай меняй x, меняй y, тогда смысла в этой, он как бы ответственность не добирает, а ему кто-то прям командует каждое действие. Он уж должен ее все-таки нести. Уж пусть уж он и разбирается, как именно их менять. А внешний повелитель, который ему будет вызывать этот метод, move, move, я хочу назвать его двигайся, move. Причем так, чтобы тот, кто его вызывает, он сильно не думал об этом движении. Я больше скажу, чтобы ничего не надо было. Вот тут я сразу скажу, ничего не надо, чтобы move потреблял. Пусть сам мячик разбирается, как он двигается. Да? Так, ладно. А что еще он должен делать? Ну, дальше возникает вот какой вопрос. Насколько, как сказать, я глубоко инкапсулирую вот эти вещи? Если бы это был C++, то я бы сказал, public или private должны быть у меня вот эти переменные. Но суть-то не в этом. Суть в том, а надо ли мне их сильно прятать по существу? Я, конечно, могу их все запрятать и говорить, никому не дам, спрашивайте их через методы get x, get y. Но реально часто это бывает не нужно. Часто это бывает не нужно. Но, тем не менее, может быть, я буду там какой-нибудь для отображения. Ну, в данном случае, поскольку я сказал, у меня совмещенная ответственность. Поэтому давайте уж совместим. Но нехай он умеет не только move от себя, но и отображать. Ну, как? Show? Как назвать? Print yourself. Я думаю, что show. Подойдет show? Ну, типа шлепнуть себя. Это отобразить в модели, то есть физику сдвинуть, да? А это отобразить себя на холсте, соответственно, да? В новой позиции. Show. Ну, и, соответственно, тоже я бы хотел, чтобы он сильно не задавал, а где именно меня отобразить? Подскажите, куда именно мне встать, да? Нет, тот, кто его попросит, отобрази себя, шарик, шарик, show. Он сам себя раз и шлепнул. Понятно? Ну, можно подумать вот что. Холст. Болл должен знать про холст и удерживать его в памяти. Или мы каждый раз ему холст подаем? Ну, сложный момент, потому что холст, либо вообще холст является глобальным. Тоже такой момент, да? Где его запихнуть? Ну, я на самом деле могу сказать, либо холст глобальный, либо просунуть его и сохранить ссылку на холст, чтобы мячик помнил о ссылке на холст. Слушайте, перегрузка, я не хочу сейчас загружать излишними свойствами. Давайте нарушим, что называется, ради принципа простоты, нарушим принцип локальности переменных. Нехай холст будет глобальным. Canvas поживет, как и root в глобальных переменных. Хорошо? Хорошо? Поэтому и шоу не будет нуждаться, и в init я не буду пробрасывать холст. Так, хорошо. А что я буду при инициализации? Мячик сам будет решать, где он. Давайте вернемся, как сказать, в детали. Вроде как более-менее все сформулировали. Правда, еще он должен бы на клик реагировать по-хорошему. Поэтому на самом деле я рано закрываю, да? То есть, возможно, мне придется сейчас что-то добавлять, чтобы он на клик реагировал. И там себя в новую позицию, например, перемещал и отображал. Поэтому тут вот еще надо подумать. Клик-хендлер, он обрабатывает этот обработчик, собственно, клика-мышки. Дальше он должен будет бежать по мячикам и спрашивать их, пересекаюсь ли я с тобой. То есть, должен быть метод, который скажет мне... Времени жалко. Я боюсь, что сейчас я просто брошу это дело. Но пересекаюсь ли я? В смысле, вот, есть ли пересечение моего x, y и тебя? А мячик будет мне на это отвечать. Вы понимаете, да, в чем я продумываю, по сути, интерфейс взаимодействия с неким объектом этого класса. Значит, ну как мне назвать это дело? Intersect или is inside, там, не знаю, x, y. Ну, то есть, у меня будет метод, который получит x, y. Я занимаюсь сейчас чем? Лингвистической, по сути, задачей. Я пытаюсь вербализировать и придумать, как это называть. Для этого программистам очень важно знать хорошо английский язык. Ботайте английский. Это очень важно. Потому что иначе вы не сможете нормально писать, у вас будет пересекается. А ваш английский коллега будет, what? Поэтому, ну как, ну давайте, не знаю, там, is inside, как, как назвать? Collision. Ну, дело в том, что как бы x, y, да, check, check, inside. Можно так, check, но мне нужно проверить, inside или не inside. Потому что этот объект будет устраняться извне. Мне его нужно будет из списка извлечь. Понятно? То есть, это он же будет в каком-то списке, то есть, шарик не сможет убить сам себя. Поэтому нужно, чтобы проверить его. Ну, я предлагаю слово check. Check и какое? Check collision. Ну, collision, это скорее сталкиваются шарики друг с другом, да? А вот именно x, y внутри или не внутри оказался. Да, ну я бы сказал, check, собственно, inside. Check inside и передаю ему x, y события, чтобы проверить, это x, y внутри или не внутри данной фигурки. Нормально понять? Понятно? Слушайте, можете, я мог лучше назвать. Ну, тем не менее. Может быть, там понадобится, если шарики будут сталкиваться, check collision, который, собственно, принимает другой ball. Да? То есть, возможно, мне понадобится check collision, который будет принимать некий другой ball, с которым я должен буду законом сохранения импульса, там, поменять. Со скоростями, если они одинаковой массой, я массу не учитываю, да? Ладно. Короче, возможно, расширение функциональности, но я захочу, буду добавлять. А сейчас я делаю, ну, вы понимаете, да? Раз он несет ответственность за вот эту часть, то расширение ответственности будет причиной изменения, ну, изменения какой-то, да? Изменения причинами изменения telcos. Ладно. Давайте вернемся еще немножко к коду. Надеюсь, я не выключал. Да, пишется. Так, ладно, что я хочу. Я в итоге определился с тем, какие у меня должны быть, собственно, параметры, атрибуты и какие методы. Давайте для начала я пробегусь. Естественно, что сейчас процесс, вот я вам помните, я рассказал, взлеты-падения. Вот сейчас я фантазирую, взлетаю, у меня будет некомбелябельный код, меня это не волнует. Я перейду сейчас в режим работы потом сборочный такой, вот я буду это дело приземлять. Поэтому я, а, def init, ну, естественно, self, ну, это уж, мне не лень это написать, не лень. Я, проехали, pass, плевать пока. Но я, кстати, помню, что экземплярные атрибуты должны будут описываться здесь. Давайте атрибуты допишем позже, сейчас методы я уже допишу, раз начал, да? Так, def move, self, так, пока ничего. Def, что? Show, self. Покажи себя, мячик. Ну и пока ничего. Так. Теперь, что я делаю? Я начинаю туда перетаскивать какой-то программный код, да? x, y, dx, dy у меня перестают быть глобальными, они будут у меня жить внутри моего класса. А это у меня, собственно, характер перемещения, да? Соответственно, что я тащу эти шесть строчек, тащу в move. Так. Между методами я буду делать одну пустую строку для красоты, а между классом я буду и остальным пространством. Я буду делать две строчки пустые, чтобы опять же, ну, отделять, то есть одна пустая строка допустима, чтобы отделить методы друг от друга, да? Или там содержимое длинных функций разорвать чуть-чуть логически. А так вот две, два пустых, это уже прям, это отдельная сущность на высшем уровне. Кстати, в этом смысле у меня тут было не совсем красиво, да? И по-хорошему надо, чтобы две строки отделяли функции глобального уровня друг от друга. Это маленькие важные мелочи, но тем не менее, да, так, прошу прощения, эти шесть строк мне надо углубить внутрь моего этого самого метода. Углубил. Так, теперь init. init, естественно, да, прошу прощения, эти x, dx, dy должны быть self-x. Я же именно с собой это делаю. Так. Ой. Так. Ну, вид, глобальная константа, ее не трогаю. Так, сейчас, секундочку. Да, забыл про r. Ну, немножко оно, конечно, self-self-self-self-self, оно немножко, конечно же, ну вот, есть ощущение, что оно чуть-чуть мешает. Но вы знаете, в будущем вы поймете, что это не сильно мешает и позволяет все время помнить, это, собственно, атрибут или это локальная переменная. То есть вы зато получите четкость отличия локальных переменных внутри метода от атрибутов. В c++, кстати, в этом смысле есть некоторый минус. Потому что смотришь на имя, думаешь, так, елки-палки, это атрибут или нет? Если класс очень большой, то вместо this стрелочка x, ты пишешь обычный, просто x, да? А потом, так сказать, это локальная переменная, это глобальная переменная или это свойство моего класса? А если свойство, то какое? В питоне этого нет, это там, в смысле, ты все время явным образом говоришь, это self-x, self-x. Ну, потом все нормально, это мой x, это свой x. Ладно, так, show, в show я затаскиваю что? Canvas move я затаскиваю в show. А? Осталось, а? Self-move при чем тут? А, вот здесь вот, да. Кстати, ball.id. Как видите, я забыл про то, что у меня среди свойств должен быть обязательно ball.id. То есть, если вернуться вот сюда, да, то жизнь и реальный рефакторинг, он вносит некой корректировки в план. То есть, я понимаю, что я не все учел. Так, ок. Действительно, ball.id мне тоже придется запоминать. Кстати, значит, и создавать мячик мне тоже придется, раз уж ответственность за отображение у меня внутри класса ball, значит, я ее тут буду и создавать. Ну, кстати, сейчас буду и нит скоро делать. Self-ball.id. Ball.id тоже мне, значит, нужен. Так, ну, глобальные переменные досвидос, они мне не нужны. Значит, так, что дальше? Этот самый. Вот эти вещи связаны с созданием, собственно, шарика, видите, мячика. Я их логически выделил пустыми строками, чтобы было видней отдельно. Но теперь я их еще и синтаксически, прям в отдельный просто метод, init класса ball вытаскиваю. Итак, пять строк, тыдынь отсюда, и втаскиваю их в init класса ball, сдвигаю их вправо. Так, ну, естественно, что у меня теперь что? Self-r. Так, а? Что, что, что? Я все сделаю сейчас, секундочку. Слушайте, меня задолбало. Я же сейчас сделаю глобальную замену, ну, глобальную в смысле, в трех строчках. Какая строка? Это у меня двенадцатая, да, двенадцатая строка по пятнадцатую строчку, двенадцатую строчку, двенадцатую строчку, ну, четырнадцатую строчку. Substitute кого? R, да, на self.r. Та-дам. Так, дальше что? То же самое, только, соответственно, ex. На self-ex. А-а-а, как видите, не совсем хорошо, да. У меня вот с dx-шками там возникает трабла. Значит, и что хочу? Как мне это сделать аккуратнее? Я не знаю, плевать на все. Я сейчас все поправлю. Плевать на все. Я не такая большая проблема, чтобы я сейчас тратил время на загугление, как это делать. Правда? Я сейчас не помню, как я могу выяснить точное, в виме регулярное выражение, которое позволяет сразу для нескольких перемен. Скорее всего, это фигурные скобки через запятую можно заменять там по поиску. Но оно еще и сработает, потом надо отлаживать. То есть всегда можно переусложнить. Давайте не переусложнять, а жить. Что я вижу? Ну, у меня строка вылезла по длине. Я могу это самое сделать вот так вот. Или там можно по-другому. Я ее вот так вот сейчас разорву. Та-дам. Ну, или можно, на самом деле, может быть и в две строки. Ну, я вот уже сделал так, значит так. Читабельно? Читабельно. Более-менее PAP-8. Ладно. Ну, в идеале, конечно, если бы я прям владел PAP-8. Но еще раз. Излишняя серьезность при программировании такая вот. Излишний enterprise и business process, он убивает суть. Поэтому к реальности будьте ближе. Ладно. Короче, я хочу успеть, чтобы у нас все заработало в OOP рефакторинге. Давайте попробуем добить. Я сделал сейчас что? Конструктор, в котором я создаю BALL-ID. Кстати, BALL-ID у меня должен быть. Я договорился. Но, кстати, никому другому про BALL-ID вообще не понадобится знать. Это вещь, которая энкапсулирована внутри. Он сам себя помнит, свой BALL-ID. Сам там модифицирует его местоположение на холсте. Ну и супер. Так, ок. Еще дальше. Значит, я хочу. Сейчас у меня шарик даже не будет убиваться. Мышка абсолютно просто тупо будет двигаться. Тем не менее. Я сейчас все энкапсулировал в класс. Давайте делать... Я немножко попытался приземлиться. На самом деле, конечно, я не приземлился еще. Я это сейчас обнаружу. Почему? А шарика нету. Программа даже работает, только шарика нету. Что? Да я его вообще не создал. Не то, что не вызвал. Шарика просто перестала... У меня есть класс шаров, а экземпляра ни одного нет. То есть я вычленил ответственность. Но надо же все-таки его как-то... Теперь этим шариком надо попользоваться. Я сделал удобный инструмент для того... Ну, вычленив ответственность, я сделал удобную отдельную сущность, но ей надо воспользоваться. Так, ладно. Куда я ее проращиваю? Ну, в клик-хендлер. Ну, сейчас у меня нет там инсайда. Клик-хендлер плевать, он пока не связан с ним. Тик. Ага. Так, тик. Что должен делать тик? Он должен делать... Кстати, между прочим, я могу сделать коммит. В принципе, работает. Но правда, надо понимать, что, как сказать, рефакторинг иногда делается в несколько коммитов. Стейдж-1 оф рефакторинг, в котором я добился работоспособности, но пока не вернул всю функциональность, которая работала. В принципе, я могу закоммитить. Но я сейчас, поскольку не так велико пространство этого сдвига, я все-таки досдвину до конца и потом сделаю коммит. Короче. Когда тикаюсь, когда я тикаю, я должен этот шарик двигать. Так, значит, ball move. Да? Так, значит, у меня должна быть переменная ball. Да? А, кстати, а шарик один должен быть или много? А? А кто сказал, что один на самом-то деле? Ведь теперь-то я понимаю, а почему, собственно? Ну, ладно, давайте я сделаю ball move пока. Не будем выпендриваться. Ball move. Но ball должен быть, да? Ну, давайте я сделаю global ball, хотя на самом деле здесь это может быть и было бы и необязательно. Да, ладно, необязательно, не буду. Но, тем не менее, создать такой экземпляр мне понадобится, поэтому я хотя бы здесь его сделаю. Но зато, кстати, я вот это делаю. Та-дам! Я одной глобальной переменной сейчас заменил много. Меньше глобальных перемен, уже лучше. И вся ответственность связана с ними, инкапсулирована внутрь объекта этого класса. Так, ок. А тут, вот помните, была куча строчек, которые я утащил. Но надо вместо них сказать, что ball равно ball. Сейчас у меня ball сам генерирует свое местоположение, константы захарткожены, это плоховато. Лучше бы, если бы я какие-то управления вот здесь вот предоставил, вот здесь вот возможность что-то написать, x равно тому-то там. А может и нет. Слушайте, плевать, у меня сейчас конструктор мячика сам решает, где создавать новый мячик в случайном каком-то месте, в случайном радиусе, только dx, dy там константами. Плевать. Короче, смысл в том, что у меня вот я создал мячик, вот я его здесь в тик, в тик я его муваю, но, кстати, у меня отображение происходит в те же самые такты, поэтому я сделаю ball, show. То есть шарик покажись, шарик, сдвинься, шарик покажись. Но, кстати, разрыв этих вещей в отдельные вещи позволяет мне что? Делать move, например, чаще, чем show. И вообще сделать тик 1 и тик 2. Один тик идет, допустим, там, не знаю, 100 раз в секунду, а другой там делает 20 раз в секунду и отображает реже. А физический расчет происходит чаще. Тем самым я могу повысить точность физического расчета, например, если это будет сложная траектория. Ладно, что я хотел сказать. Давайте это дело, я зря вышел, надо было из него уже и запускать. Та-дам! Ah! Has no attribute self. Где? Двенадцатая строка. Хм, хм. А, self self y случайно получился. Успел написать, опять вышел случайно. Та-дам! Та-дам! Я праздную почему? Я праздную потому, что я сейчас сделал op-refactoring, у меня снова все тупо то же самое работает. Это иногда менеджеры программистов не понимают нафига. Ну зачем все это? Сидел, пол лекции делал, а там рабочий день, неделю сидел, пилил, и радуется, зараза, что у него все работает, то, что работало неделю назад. Что ты не трожь? Работает не трожь. На самом деле, конечно, если сейчас посмотреть на количество кода выросло, давайте посмотрим. Git div. Спасибо Git. Я могу посмотреть, что реально произошло. Вот эти строчки добавились. Вот это вот пропало. Вот эти глобальные переменные у меня. Там ball добавился, а этот ушло все. Видите, да? Я что, я сконцентрировал ответственность? Так, окей. Давайте срочно git commit, а, git add, прошу прощения, добавить. My balls. Git commit. Что я напишу? Я напишу следующее. Я что? Объектный рефакторинг. И я сделаю, добавлю более подробно. Я хочу описать свою работу, е-мое. Я что сделал? Я вычленил, да? Я вычленил ответственность, вычленил, прошу прощения, класс, да? Шарик, ну, ball, ball, да? Второе, да? Всю ответственность, ответственность просто за положение, смещение и отображение шарика, да? Возложено на этот класс. Ну, и третье, что я сделал, это что? Сделал использование этого класса. Я не просто класс сделал, а я еще и прописал, собственно, его использование, да? Значит, сделал, собственно, использование, да? Значит, вписал вызов методов класса, да? Так, чтобы один шарик летал. Кавычки закрываются. Enter. Та-дам! Ой, прошу прощения, лишний мэ написал. Коммит. Та-дам! Git push. Дайте мне одну минуту, я вас прошу. Две, три. Ладно, одну. Я очень постараюсь быстренько одну вещь сказать. После того, как сделан рефакторинг, мало того, что программный код становится более читабельным. Давайте посмотрим на него еще раз. Посмотрим. Наши достижения сейчас не в получении новой фичи, не в новой функциональности нет. А в том, как выглядит наш программный код. Посмотрите, как красиво выглядит программный код, в котором ответственность делает кто-то другой. Болл, как наемный рабочий, делает у вас в группе два человека. Пусть Вася делает мячик и думает только о мячике. А я буду думать о том тиках, как часто они должны быть, как часто отображать, а как часто двигать, о кликах мышкой и что-то еще. А когда мне понадобится новая функциональность от мячика, пойду, Вась, сделай мне, пожалуйста, метод как он там, check inside, сделай мне метод check collision. Мне нужно там добавить это дело. Понимаете? И у нас возникает разговор про интерфейс этого класса. Но еще одна фишка. Мало того, что у меня очень читабельный... Обратите, я вам не сам класс сейчас показываю, не классом хвастаюсь. Я показываю то, как красиво, то, как я им пользуюсь, не вникая в него. Я снял с себя груз этого контроля и вспоминания, как на самом деле он... Мне плевать, как он устроен. Я ему говорю, сдвинься, он сдвигается. Создать? Создался. Сдвинься, сдвигается. Вы отобразите, он отображается. Клево! Теперь, если там Вася захочет сделать швички, прибауточки, то он там смайлик нарисует вместо этого шарика, у которого глазки шевелятся в процессе движения. Понимаете? И он это может делать, не выходя за рамки своего класса. Клево! Он может гравитацию внедрить в это движение. Его ответственность. Это очень здорово. Вот. Ладно. И на самом деле я еще одну пользу хотела от рефакторинга сказать. Дело в том, что сейчас, когда сделан рефакторинг, вот так вот, вот так вот просто я беру и добавляю шаров. Просто, в легкую. Смотрите. Я беру и добавляю вот здесь вот цикл. Four balls in balls. Для шарика, среди шариков. Ну, я бы воспользуюсь питанистским циклом. Глобальным будет не шарик, а шарики. Создаю я... Сколько шариков? Да плевать. Four I in range. Range 5. Я что буду делать? Создавать. На самом деле я могу еще проще сделать. Я сделаю ball. Ладно, слушайте, я сделаю... Да, я все-таки сделаю проще. Мне, короче, быстрее будет так написать. Ball. Я напишу по-питоновски. Я вас учил этому делу, поэтому я не сомневаюсь, что вы поймете суть. Я вот так пишу. Ball for I in range 5. Все. Я генератором списка делаю список из пяти шаров. Так, ок. Осталось что? А ничего. Осталось запустить. Давайте посмотрим. Ну, правда, скорости у них не случайные, поэтому, понятное дело. Но вы понимаете, что оказывается, OP refactoring делает код настолько пригодным к изменениям. Поэтому, как обосновать менеджера, программистов, как нам объяснить ему, зачем мы это делаем? Мы ничего нового вроде не прокрутили. Да для того, чтобы сделать прорыв дальнейший, чтобы двигать проект дальше, мы захлебываемся в коде. Он все так, что невозможно нормально фичерили. Представьте себе, что я бы сейчас прикручивал в старой версии, прикручивал бы много шариков. Я бы что, делал список иксов, список игреков, иксы, 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 я бы делал внутри функции тик, у меня было бы смещение, в котором есть цикл for, который бежит. Вы понимаете, да, вот вы чувствуете, насколько это легко далось? Ладно, ну там ничего не видно уже, да, но смысл в том, еще раз говорю, что в результате, в результате рефакторинг и ООП-программирование должно быть к месту, но это место, оно вот вполне подходит, чтобы вы почувствовали грабли и увидели решение. Спасибо, до свидания.